Уже как будто вечность прошла после того момента, когда мы начали ждать выход нового Counter-Strike на Source 2. Ещё в 2017 году были стопроцентные слухи о том, что игра вот-вот выйдет. И я даже об этом говорил в своих старых видео. Это изменение движка CSGO. Опять же, инфа подтвердилась и Valve планирует в 2017 году перевести CSGO на движок Source 2. Забавно вспоминать про это спустя 6 лет, когда она уже наконец-то вышла. За время существования CSGO на этом канале произошло очень много изменений. Большое количество разнообразного контента. Почти на 800 роликов. Мы набрали 1,8 миллиона подписчиков и заработали 3 кнопки от Ютуба. Первым роликом на этом канале было, как повысить скилл за 45 минут, который вышел аж в 2016 году. This match. С сервера, где вы бегаете по карте, убивая всех, кого видите. Всё старше себя время, а именно 15 минут, я трачу на то, что играю на ретейках. Это больше 7 лет назад. Что очень символично, ведь спустя 3 года я открываю сайт для тренировки в CSGO. Давайте вспомним, какая была история у этого канала. Спустя столько лет. С 2016 года. И напишите в комментариях, в какой момент вы пришли на этот канал. Когда вы узнали о том, кто я такой. Будет очень интересно почитать и вспомнить все халду, в которых я помню. Приятного просмотра и аппетита. Давайте вспомним, поностальгируем о таких классных временах. Погнали. Я отвлеку, но ненадолго. Это не рекламная интеграция, в этом ролике рекламы не будет. В моём телеграм-канале прямо сейчас разыгрывается большое количество призов на большое количество денег. Поэтому, если вам интересно, вы можете принять участие. Тем более, полная моя жизнь происходит в телеграме. Поэтому, если вам неинтересен конкурс, то вы можете подписаться просто на телегу. В 2017 году я сыграл более чем 60 аимок против ютуберов. Начиная от Уфа Бирна. Всем привет, дорогие друзья. И заканчивая читбантом или бустером. Мистер Бустер, меня только что никто и называл. А также против киберспортсменов. От Зевса, Бумыча, Хоббита до Джейма. Ну это, наверное, в те три коллектива. Его вагман забанил. Если с ютубером у меня была статистика приятная, то против проигроков всё было плохо. И моя самоверенность спала. Но я думаю, что надо вернуться к этой рубрике, потому что у меня есть ещё план, который я не завершил. Вот список игроков, с которыми я планировал сыграть. И пока что не со всеми успел. Выпустил несколько версий славно известных лайфхакерских конфигов от Шока. Да, эта история была в то время очень популярна. И, понятное дело, её многие кто хейтил. Потому что это было в каждом чате КС. Но, с другой стороны, это был такой приток новой аудитории. Люди узнавали, что такое конфиг, что такое лайфхакерский конфиг. И кто это такой я в итоге. Это классная рекламная кампания, которая была сделана случайно. Всё, что делается случайно, то и работает на самом деле. Очень сложно спрогнозировать, сделать настоящую рекламную кампанию, которая работает стихийно. Очень сложно. Помогал новичкам становиться лучше в КС и записывал лайфхаки-фишки. Я назвал фишки лайфхаками, потому что в то время стреляли я очень сильно сливки шоу и тому подобное. Слово лайфхаки в метаданах давало очень большой буст ролику. И поэтому я это и делал. Рубрика была настолько популярна. Кстати, она набирала по полмиллиона, по миллиону просмотров за неделю. Что некоторые ютуберы снимали контент на том, что они обозревают чужие лайфхаки. Обычно это были школьников и делали на этом, конечно, контент. Ещё была и популярна рубрика, где я проверял свои же лайфхаки. В честь 200 тысяч подписчиков я решил вскратить свой первый дракон лор. Я сделал это даже дважды. И ничего не получилось. Пожалуйста, только не SSG. Но уже через две недели всё вышло. Пожалуйста, пожалуйста, дракон лор. Пожалуйста, дракон лор. Умоляю, умоляю. Что, дракон лор? Всё, что, что, дракон лор? Выбил? Да ладно, пацаны, выбил. Кстати, за все эти 6 лет я сделал крафтов дракон лоров около 15. И 6 или 5 у меня получилось. Точно не могу сказать, но точно их было больше, чем 5. Но тот дракон лор, который мне дарил Данька с Никиткой на стриме, я всё ещё сохранил. И моя цель это его не продавать никогда в жизни. Чувак, зачем ты это делаешь? Я, я, я не понимаю. Серьёзно, я разве достойно этого, чувак? Вот я слышал этот дракон лор, который я до сих пор использую в инвентаре. И он у меня до конца жизни. Потому что это был подарок на стриме. Ребятки подняли эти деньги на CSGO Reaper. Это был очень популярный сайт в своё время. И отправили мне на своих радостях скинчик. Тогда этот дракон лор стоил полторы тысячи долларов. Сейчас 18. Потому что там наклики классные. То есть почти 2 миллиона рублей стоит один скин. Была интересная рубрика, где я старался повторить вак момент от проигроков. И первым же моментом я решил выбрать Калдзеру, где он съел 4 фрага с АВП. В общем счету я смог повторить 33 момента. И сделал прикольный большой материал, где все моменты собраны в одну нарезку. В 2017 году я устраивал в своём роде игру в кальмары, где были олимпийские игры. И остаётся только один победитель. Он получал ножи, либо драгоценные скинчики. Хорошо, хорошо. Смотри, какая лягушка. Смотри, смотри. Банни Хоббит даже. В честь 300 тысяч подписчиков я скрафтил ещё один драколор. Средство с продажи которого я отправил публично на благотворительность. Всё, потёж успешен. Я оставил это не просто так, потому что мы к этому ещё вернёмся. Кстати говоря о стримах. Очень много стримов. В 2018 году я настолько хотел что-то успеть, что-то сделать, что стримил каждый грёбанный день. У меня была пауза, наверное, максимум недели. Я запускал, играл матчмекинг, wingman, аимки. Ну и, понятное дело, открывал кейсы. Это у меня продолжалось почти два года. Поэтому, я думаю, я за это время просто выиграл. Я устал стримить. Сейчас, если я запускаю стрим на Твиче, то мне очень сложно. Как будто я уже не горю этим. Мне очень интересно смотреть, как моя команда играет. Но играть самому, показывать вам, как я играю, ну, я как будто... Ну, просто не тянет. Вот, просто не могу. На Ютюбе у меня было всё хорошо со стримами. В октябре 2018 года я делал и онлайн, и по 7 тысяч, и по 16 тысяч. А в среднем меня смотрело около 7 тысяч человек на каждом стриме. Это огромные цифры даже сейчас. Я даже не могу вспомнить вот эти эмоции, когда меня смотрело столько людей. Но, понятное дело, меня смотрели из-за контрактов и так далее. То есть, там реально был контентик. В декабре 2017 года я запускаю тестовую рубрику ученика лайфхакера. Но, к сожалению, она вышла неудачной. Потому что герой этих выпусков не развивался и забил полностью на игру. Но следующий ученик лайфхакера будет удачным. Это я говорю про курьера, но к этому позже. А сейчас мы возвращаемся к благотворительности, о которой я говорю. У меня был большой розыгрыш, где я разыгрывал как главный приз его по Медузу. В нём выиграл парень, который решил отказаться от этого приза и попросил отправить Медузу на благотворительность. Ты будешь жалеть о том, что ты сейчас делаешь? Ты просто сейчас отказываешься от 30 тысячи рублей. Это очень большие деньги. Мне наоборот будет на душе радостнее то, что я кому-то помогу материально. Я расстрелился после этого поступка и решил, а что если ему подарить компьютер? Вот просто взять и подарить компьютер. Всем привет, кто смотрит Эрика. Вот я получил уже комп. Он очень крутой. Я даже не ожидал то, что мне кто-то такой подарок когда-нибудь сделает. Это мой самый дорогой подарок в моей жизни, наверное, был и будет. И вот на этом моменте я стал челом, который всем прокачивает ПК. Благодаря Ярику у меня любое сообщение в телеге, это про то, что я жду от тебя прокачку, Эрик. А я не буду делать тебе прокачку, брат. Потому что первые 3-4 выпуска были сделаны вот так, через комментарии. А дальше я понял, что надо проводить свой турнир, выбрать каких-то классных игроков и уже им дарить компьютер. Потому что они перспективные, они уже хотят что-то делать и они уже что-то сделали. Они просто пишут комментарии, Эрик прокачает меня в компьютер. А спустя неделю после Ярика я подарил еще один компьютер 13-летнему Аимеру, который выиграл меня на Аимке. В тот момент я очень хорошо их играл. Почему я сделал эту прокачку? Потому что это было на стриме и я начал его обвинять в читах. В итоге я проверил весь его компьютер, мы поговорили и я убедился, что он был чист. И в честь такого события, чтобы не портить ему настроение, карьеру, я ему просто решил подарить компьютер, чтобы он выкайфанул. В ноябре 2018 года у меня появилась идея. А что если написать каждому кинотеатру Питера и сказать, можно поиграю у вас в CSGO на большом экране? Я написал и у меня это получилось. Кинотеатр Пик согласился и сказал, что можешь приходить, включать свой CSGO. И я сделал ролик про то, как я запустил игру на большом экране и еще показал, как работает кинотеатр изнутри. CSGO запустилось. Так, ну все, пока что все хорошо. Я сажусь и я готов. Куда я попал? Найс! Ну а также в этом году я впервые посетил турнир по CSGO, Epicenter в Москве 2018. Это был очень классный опыт, потому что это был Epicenter, очень хороший продакшн. Ну а также большое количество подписчиков. И увидеть наконец-то CSGO не на Твиче, а вживую, это прям вау. Этот турнир остается в памяти. Передаем привет, канал Шока. Вам нравится, Epicenter? Конечно нравится. В 19-м году я сделал свой рекорд и набил 119 фрагов в одной катке в матчмекинге. Да, для меня это событие, для меня это круто. Нормально. Сколько фрагов? Нормально, ты лучше? 118. Просто лучше, чуваки. А тут уже начинается катастрофа. В 2019-м году в январе я попал в аварию. Ситуация мне нужна была всего лишь дернуть руль не влево, а вправо. И этого всего бы не было. Но я сделал выбор влево, и мне пришлось выйти в этой ситуации виновно. Но этот случай дал мне такой буст. Машину, которую я ударил, меня заставили купить. Я не знаю вообще, как это получилось, но они мне сказали, 3000 долларов, либо покупай машину. И я решил, ну, лучше купить за 3000 долларов эту машину, чем ее ремонтировать за 3000 долларов. И я ее купил. И мы сделали очень классную идею сделать из-за этой машины BMW Азимов. Посмотрите, какая вышла красота. Мы сделали просто конфетку, мне кажется. В течение трех выпусков на CSGO канале я показывал, как я ремонтирую машину. Это вообще какой-то сюрприз. Из-за этого ролика у меня был очень серьезный буст канала. Каждая серия набирала по 300 тысяч просмотров. Тогда у меня CSGO ролики набирали еле как 150. И эта машина осталась в памяти. К сожалению, мы ее продали. Я дебил, зачем я это сделал, не знаю. Благодаря этой рубрике я начал показывать свое лицо. И меня наконец-то запомнили. Я тогда был еще без бороды, без усов и так далее. Это был прям трэш. В феврале 2019 года я устроил свой первый LAN-турнир. Который раздавал по 2000 рублей игрокам, которые меня выигрывали на имке. Это был мой первый старт LAN-турниров. После чего я сделал их очень много. И это стало частью канала. И в конце февраля мы наконец-то дошли до цифры 1 миллион человек на канале. И сегодня на нашем канале стукнул миллион подписчиков. Это огромная сумма. Я бы хотел что-то рассказать. Какие у нас будут планы. Потому что я не буду просто так говорить. Типа вот это, вот это будет хорошо, вот это будет плохо. Я скажу то, что я реально буду делать. И какие у меня планы на этот год. Они у меня масштабные. И они могут изменить всю мою жизнь. Через неделю после этого я собрал компанию ютуберов, которые жили в Питере. И мы начали сидеть и смотреть мажор по CSGO. И в какой-то момент одному из нас пришла идеальная идея. Что если вызвать сейчас курьера, заказать бургера. И попросить его сесть за стол и комментировать мажор. И это получилось. Шок, что ли? Вау! Что? Впервые мне кто-то узнал из заставочков. И он в этот момент. Да, да. Это забей. Чуваки. Это просто... А по тебе не на тренинг катают? Да. Да. Хороший комментатор. После этого я решил пригласить Ваню в рубрику ученика лайфхакера. Может быть со второго раза у меня все получится. И спойлер, получилось. В результате он сильно поднялся по скиллу. Он был сильвером, стал глобалом. Мы с ним играли в турниры, где он показывал себя неплохо. Ну а также он получил прокачку ПК от меня. Поэтому со второго раза рубрика ученика лайфхакера пошла. И это не может не радовать. В этом же месяце я решил стать 10 левелом Фейсета. В тот момент я был четвертым. И дело пошло. И в ноябре 2020 года я стал наконец-то десяткой. Удравляю, Шокыч. У нас был очень классный ролик, где мы устроили буткемп из четырех ютуберов. Это реально было классно. И всем советую это попробовать. В конце мая я сделал очень интересный мув, который заключался в том, что я нашел нож на Авито и поехал за наличку покупать его. И это было в Москве, а я жил в Питере. Поэтому мы на Сапсане поехали покупать этот нож у мальчика. Привет. Чуваки, вот трейд. Я принял его. И сейчас я даю 15 тысяч ровно тебе. Спасибо. Все, поздравляю. А сейчас мы вернемся к прокачкам ПК. За все это время я сделал 16 прокачек на сумму 2,5 миллионов рублей. Хочешь новый компьютер? Так, поняла. Снимаю двух. Настолько непривычно смотреть на эту картинку. Кстати, для последних трех прокачек я делал интересные турниры. И победитель этих турниров побеждал прокачку. Большой, Ваня, за участие. Спасибо, что ты меня смотришь. Спасибо, что нас играешь. Вернемся к машинам. После успеха BMW Айсимов я решил сделать это еще раз. И на свою BMW 6 я сделал скин Red Line. Воу, 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 гоу, 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 есть! Кстати говоря, чуть позже Саша Кукин на нее прокатился и дал свой вердикт. Но BMW 6 Red Line не так пошла, как BMW Айсимов. Ну, как будто в три раза хуже. И по просмотрам, и по дизайну, и по хайпу. Но чуть позже мы сделали драголур с жигу. И это получилось шикарно. По просмотрам не очень, они были в два раза уже хуже, чем Байвайзимов, но она до сих пор осталась, у меня в Питере она стоит все еще Я не буду совершать те же ошибки, я не буду ее продавать и она будет у меня на всю жизнь, либо для какого-то розыгрыша глобального 2 апреля 2019 года вышел самый просматриваемый ролик на моем канале, это сравнение самого дорогого клуба с самым дешевым Сейчас у него почти 5 миллионов просмотров И именно с этого ролика я понял, что моим зрителям очень интересно смотреть, как это все работает, эти киберклубы, что это вообще такое и так далее И я начал обозревать киберклубы Москва, Питер, Казань, Мурман, Сочи, Екатеринбург, Грузия, Испания, Украина, Казахстан, Армения, Дубай, Бельгия, Узбекистан, Турция, Франция, Сербия Это места, где я тесил клубы Побывал на Бластик, где Зевс решил сказать о своем завершении карьеры Вижу цель, не вижу, ребят, блин! Это было очень красиво, у меня мурашки по коже прошлись 2020 год, я прохожу полностью CSGO, поднял везде глобал, во всех трех режимах, и это было круто Самое сложное, это Danger Zone, просто тупорылый человек создавал эти звания Сделал большую документалку про щиты Сыграл в CSGO на краю света Дайте убить, кто со мной против играет? Ван Си, пожалуйста, сдохни Стой просто, стой! Спасибо, бро, ты в ролике Все, ребят, подписчики красавчики, дали мне выиграть И наконец-то открыл самую большую сетку серверов все еще в мире 1300 серверов Впоследствии чего, на фундаменте Сабиршока мы открыли две новые рубрики Это модерация на Сабиршоке, которая прям люди любят, люди кайфуют с ним Чел! Как бы это не мой ноут А, ой, извините И дроп скинов, где я просто выбираю пацанов, как и за какие-то задания выдаю скины Капу, ты победитель ножа! Ура, еб***ь, спасибо большое, ребят В декабре 2019 года я заснял ролик вместе с Мониси Это еще до того момента, когда он был в Na'Vi Так, меня зовут Илья, мне 14 лет, я играл в команде с Руфаером Вот, стоп, давай заново Да нет, нормально, нормально, нормально Говоря о талантах, спустя время я показывал вам Фандера Мы сделали ему прокачку ПК, я показывал, какой он стример И в итоге он стал успешным стримером Его смотрит 1000 плюс человек И у него все хорошо А через полтора года я сделал большой ролик про тех людей, которые станут будущими чемпионами Это был World2K и Wonderful Если с World2K, очень все понятно, он молодец, пробивается С Вандерфом пока сложно, плюс-минус, но тоже перспективы есть Вору сейчас играет в Монте, а Вандерфул играл в Спирит, а сейчас в Спраут А через полгода я вышел в такой же виде, но уже с Донком И этот человек сейчас, ну для меня лично, самый перспективный игрок в мире А теперь самое приятное, я сыграл против Na'Vi 2010 года Против этих легенд Зевс, Эдвард, Старик, Смаркелов и Сеня Это было прекрасно Посмотрите на этот пистолетный раунд, как я радовался этому событию Убил от него Вода не видно, вода не видно Б, бомба, бомба, бомба Иду, иду, иду Вау, 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 как он вообще это сделал Шок забирает четверых в итоге, это квадрокилл В феврале 2020 года я написал Хоббиту Давай запишем интервью Большое интервью, где прогуляемся по городу Я позадаю вопросы И он согласился, за что ему огромное спасибо Планов много, честно Один из них, и самая главная задача, наверное Это, чтобы она получила образование где-нибудь в Америке На этом я не остановился, ролик стрельнул И я решил, что это надо снимать дальше Поэтому записал с Сиздом, Дойсей, Зонером, Джеймом, Читбантом С командой Акума, с Сеней И даже с Твистом из команды Фейс Хорош ли он? Нет Вышло много интервью, но я буду продолжать их снимать дальше Когда будет случай, когда будет повод и так далее Все супер, я не забыл про это, все будет Я научился серфить, и мне понадобилось всего 8 часов Фух, я прошел После чего я научился паркурить на Ханейсе Ну, ладно, скажу честно, до сих пор не научился Очень сложная темка И прыгать на бэхопе А также провел свой первый турнир по дисциплине серф И я хочу их продолжать делать Я думаю, через полгодика сможем провести турниры в КС-2 Надо дождаться, когда мы сможем перенести его Сыграл пятым в команде Navi Junior А чуть позже пятым в Gambit Кстати говоря, я уже побывал на буткемпе Gambit и Navi Junior А потом еще у команды Инсилия в Киеве Это вот единственное, в чем я уверен Прям гарантированно, что у них будет все хорошо Мы вместе с командой Себершока Перенесли популярную игру Among Us в CS GO На первый сурс Это было очень сложно, много костылей Но мы это смогли сделать И мы смогли набрать очень большую базу новостей Ну а также мы построили полную копию Дворца очень известного человека Настолько известного, что нас запостили зарубежные СМИ Я сыграл наконец-то вместе с Симплом И он мне дал даже некоторый комплимент Твой-ка, твой-ка Хорошо Еще один, еще один ССКП, ССКП, шок Пистолет Еще один Реклама добра Ааа Это так всегда, чувак Ты бы если бы на шифте пошел, ты бы в зуме был Сразу бы убил, типа Мы воплотили идею повторения вак моментов в карте Паренек НСМИС собрал эту карту с нуля Куда вы можете зайти и выбрать любой момент, который вы хотите выполнять И там есть даже лидер-борд У кого точнее получаются моменты Очень классная карта Очень серьезная работа И ролик набрал свои достойные 600 тысяч просмотров А и еще полмиллиона скачивания Или больше А еще мы два раза купили рекламу прямо на мажорах Вы представляете? Сайбершок, который открылся в 19-м году Купил рекламу на чемпионате мира два раза подряд Это было на Виплее, где выиграли Нави Друзья, если вы хотите стрелять как электроник Обязательно разминайтесь на серверах Сайбершока И было в Адверпене, где выиграли вроде бы фейс Но то, что произошло у Нави, это прям нечто Вы посмотрите, в какой момент логотип Сайбершока был в кадре В момент, когда Ника не мог попасть в дегла Это просто нечто Так приятно И для этого и все покупалось Чтобы просто вспомнить через несколько лет, как это было классно Хоть и дорого Я успел побывать на трех мажорах В Бельгии, в Швеции и в Бразилии Блин, Бразилия для меня пока что прям что-то очень классное Что-то очень необычное В Париже у нас были доступы к проигрокам Поэтому я записал много контента Очень много Кстати говоря, о мажорах Я ставил пикемы публичные с 2017 года Давайте посмотрим мою статистику У нас получились две платиновые медали Четыре золотые Три серебряные И одна бронзовая Но самое главное, что у меня в Кракове есть золотая Если что, она только у одного процента людей Это когда выиграли гамбит Но в конце, конечно, уже что-то пошло не так И в Рио я заработал только серебро Просто кошмар В 2022 году я начал строить свой клуб И об этом никому не говорил Мы строили его в течение 8 месяцев И из-за этого я очень сильно отдалился от Ютюба Мне реально было сложно заниматься всем подряд Понятное дело, я не занимаюсь клубами Я там не строю Хотя похож на того человека, который должен был строить Но я просто был в мыслях Как это все пойдет и так далее И для меня это была ставка all in Если у меня бы не пошел бы клуб А он пошел, к счастью Потому что из-за этого ломается репутация Потому что люди перестают верить в то, что я создаю Люди усомнятся в моей компетентности В каких-то вопросах Я потеряю огромное количество денег И так далее, и так далее, и так далее Клуб пошел, и все хорошо 2023 год И тут мы придумали новую фишку Новую рубрику Это где я повторяю один тот же раунд В течение всей игры Это набрало большое количество просмотров Но в какой-то момент она уже устарела И уже это перестали смотреть Но в CS2, я думаю, повторить можно будет Сыграл пятым в команде Insilia Так пойдем что я под Б? Давай, давай И под Б, под Б шок Это мидл Ну и понятное дело, открыл свой компьютерный клуб И записал по этому поводу два ролика А потом уже вышел у третий Кстати, первые два набрали по 700 тысяч просмотров А в третий 200 И наконец-то открыл свою киберспортивную команду В июле этого года Flame, Shine, Phenomen, Risky Bob и Fentukey Да, случилось очень много чего И я уверен, что я много чего пропустил Если вы помните, можете написать об этом в комментариях Но что я могу сказать Искренне огромное спасибо каждому Кто следит, кто помнит Кто поддерживает и верит в то, что мы делаем Спасибо большое всем У нас большие амбиции У нас большие планы Я надеюсь, ты сможешь за этим всем наблюдать И самое главное, пользоваться Мы делаем все для людей С тобой был я, Рик Шоков Мой телеграмм есть в описании этого ролика Не забудь подписаться Если тебе интересно то, чем я занимаюсь Тем более, там розыгрыш Прощаюсь с тобой Всего лишь до следующего ролика Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok